Всем привет, на связи Шкода Вагнер, меня зовут Андрей. В период со 2 по 15 ноября мы совместно с Александром Коростелевым знакомим вас с абсолютно новой Шкода Октавия. Не забывайте задавать свои вопросы в комментариях. Сможет ли большая семья комфортно разместиться в просторном салоне новой Октавия? Поместится ли слон в багажник? Об этом и о многом другом мы узнаем прямо сейчас. Ну и кстати, не забывайте, что где-то в ролике спрятано слово. Поэтому будьте внимательны и не упустите его. Это абсолютно новая Шкода Октавия и я вновь продолжаю знакомить вас с ее характерными особенностями. И сегодня настало время оценить практичность данного автомобиля с точки зрения удобства багажника и комфорта в салоне. Выглядит Октавия как элегантный седан, но в действительности это автомобиль с кузовом лифтбэк. Пятая дверь поднимается вместе со стеклом, открывая доступ к огромному отделению правильной формы. Для того, чтобы открыть пятую дверь, не нужно прикладывать усилия. Достаточно дать команду электромеханическому приводу и уже через пару секунд вы получите доступ к багажному отделению. Его объем теперь составляет 578 литров и это абсолютный рекорд в классе. А если сложить спинки заднего сидения, то он возрастет до 1533 литров. Только представьте, сколько всевозможных вещей можно сюда сложить. Мне даже кажется, что сюда поместится взрослый велосипед с установленным на него креслом для малыша, а в придачу к нему еще один детский велосипед. В общем, давайте проверим. Для начала я складываю раздельные спинки заднего сидения с помощью специальных клавиш прямо из багажника. Это очень удобно. А затем аккуратно помещу в него большой велосипед, а следом маленький. Вы только посмотрите на это. У семейного автомобиля багажник не может быть слишком большим. Чтобы понять это, достаточно один раз собрать вещи с учетом пожеланий всех участников поездки. Тем более для багажного отсека доступно множество решений Симпли Клэва, позволяющих поддерживать порядок и надежно размещать груз. Багажное отделение с 12 точками для крепления багажа фиксирующими сетками. По два крючка слева и справа с допустимой нагрузкой для каждого по 7,5 килограммов. Электрическая розетка на 12 вольт, чтобы подключить, например, насос и накачать колеса детского велосипеда. А также в качестве аксессуара двусторонний коврик. Одна сторона его резиновая, устойчивая к загрязнениям. Вторая аккуратная ворсовая для чистых вещей. Фиксирующие сетки надежно и очень деликатно удерживают от перемещения во время движения различные предметы. Универсальные элементы карго действуют по принципу застежек-липучек. Они помогают закрепить на стандартном ковровом покрытии пола багажного отделения предметы массы до 8 килограммов. Возможность гибкого моделирования пространства багажного отсека и салона вызывает немалые удивления благодаря следующим решениям. Наличию съемной полки багажника, складывающимся спинкам задних сидений в соотношении 60 на 40 и люку для размещения длинномерного груза в месте расположения подлокотника. Также в новой «Октаве» появилась новая функция — возможность открывания-закрывания двери багажного отсека с помощью кнопки на панели водительской двери. Настало время оценить внутреннее пространство модели. Тем более «Октаве» известна своим просторным салоном. Модель и раньше хвалились за просторный второй ряд, а в новом поколении места для коленей пассажиров стало еще больше. Кстати, все три места на втором ряду оснащены подголовниками, ремнями безопасности с датчиками их использования. Водитель сразу заметит, если кто-то из пассажиров забудет пристегнуться. Обратите внимание, на какой угол открывается дверь, и какой большой дверной проем. У меня есть очередной реквизит — это детское кресло для того, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько свободно оно устанавливается на задний диван. Вот смотрите, как легко кресло проходит в дверной проем, не требуя излишней аккуратности. И, конечно же, новая «Октаве» имеет систему крепления детских кресел «Изофикс». Как и раньше, задние сидения опционально оснащаются обогревом, а вот отдельная климатическая зона для пассажиров второго ряда — новая опция. Из спинки сидения откидывается широкий подлокотник со встроенными подстаканниками, а за подлокотником прячется лючок для перевозки длинномеров, например, лыж. Семейный автомобиль — это второй дом. Место, где вам и вашим близким должно быть комфортно, спокойно и безопасно. Кажется, в новой «Октавии» продумано всё. В качестве аксессуара «Октавия» может оснащаться держателем мультимедийных устройств, благодаря которому поездки для детей станут ещё более комфортными. Тем более для зарядки или непрерывной работы внешних устройств для задних пассажиров предусмотрены две розетки типа USB-C. Всего же в автомобиле пять разъёмов USB-C, и один из них впервые для марки «Шкода» находится в корпусе зеркала заднего вида. К нему можно подключить, например, видеорегистратор. К тому же разработчики оснастили автомобиль максимально полезными опциями, в числе которых карманы для газет, журналов и отделения для мобильных телефонов в спинках передних кресел. Двери также оборудованы вещевыми отсеками, включая держатель для полуторалитровой бутылки. Автомобиль дарит заботу каждому члену семьи. Замки и стеклоподъёмники задних дверей в новой «Октавии» можно заблокировать с водительского места. Детский замок с электроприводом не позволит ребёнку случайно открыть дверь. Ну и, конечно, нельзя забывать про умные решения «Симпли Клэва». Сегодня мы окружаем себя различными предметами, которыми пользуемся ежедневно. Солнце-защитные очки, влажные салфетки, бутылки с водой, пластиковые карты, монетки, парковочные талоны, светоотражающие жилеты, которые по соображениям безопасности требуется возить с собой. Всё это нужно, и для всего этого в новой «Октавии» предусмотрено место. Объём всевозможных карманов и ниш в салоне исчисляется десятками литров. Те же солнце-защитные очки можно убрать в специальное отделение. Новая «Октавия» сохранила отличное соотношение цены и качества, а также ставшие легендарными практичность и комфорт. Например, если вы часто используете прицеп, то можете в качестве опции заказать фаркоп. Примечательно то, что он имеет электромеханический привод и выдвигается из-под заднего бампера нажатием кнопки. «Шкода» обо всём позаботилась. В следующей презентации мы продолжим подробно раскрывать все преимущества абсолютно новой «Шкоды» «Октавия». До встречи! Ух, какая же она вместительная, эта абсолютно новая «Шкода» «Октавия». Я получил ответы на все свои вопросы. Теперь ваша очередь. Чтобы получить вот этот фирменный фиксатор багажа от «Шкода» «Вагнер», ответьте на мой вопрос. На сколько литров увеличился объем багажника новой «Шкоды» «Октавия» по сравнению с предыдущим поколением? Ответ на этот вопрос пишите в комментариях под этим видео в инстаграм. На этом очередной выпуск подошел к концу. Увидимся с вами 10 ноября, где мы с вами поговорим о мультимедийных системах. Я желаю всем удачи, будьте внимательны и будьте с нами!